Ребята, всех приветствую! Мы начинаем наш прямой эфир. Я сейчас жду Якова Фишмана, чтобы пригласить его и поговорить про Тибет и про йогу, конечно. Я-то приветствую. Какой у тебя необычный антенаж вокруг. Да, я решил, ты вся в светлом, я весь в тёмном, будет хороший контраст. Он на самом деле дома просто плохо ловит интернет, и я сижу в машине в месте, где нормальный мобильный интернет, поэтому я надеюсь, меня будет хорошо слышно. Хорошо, ну даже такая таинственная атмосфера вокруг тебя. Да-да-да, свечей не хватает. У нас сейчас пока ребята собираются, я думаю, что пару минут они будут подключаться, но я бы тебя в первую очередь хотела попросить несколько слов о себе сказать, потому что, когда я делала анонс, некоторые люди писали, что да, так здорово, у Якова так мало лекций, и мы ищем больше информации о нём, чтобы он что-то рассказал, и ждут люди. Но некоторые люди тебя просто даже не знают. Хотела тебя попросить, чтобы ты несколько слов сказал о семье, о тебе как человеке, как йоге, ну как ты вообще видишь? Меня зовут Яков Фишман, я являюсь преподавателем йоги-клуба ОМРУ в городе Алматы. Я являюсь одним из соучредителей йога-центра атман.кз, и помимо этого у меня есть большая социальная жизнь, скажем так, я не знаю, то есть я тружусь в офисе, и помимо этого у меня семья, трое детей, ну вот, не знаю, наверное, когда. По мере возможности стараюсь ездить вот с клубом в ОМРУ, разные поездки, вот в этом году мы едем в Бутан и Непал, а до этого несколько раз вот я был в Тибете, и думаю, что это был очень интересный, довольно уникальный опыт, о котором как раз хотелось бы рассказать. Ну вот я надеюсь, сейчас мы об этом как раз поговорим. Что мне еще интересно о тебе, и я думаю, что через некоторое время тоже я тебя об этом спрошу. Ты сказала, что ты занимаешься социальной жизнью, но насколько я знаю, ты занимаешь руководящий пост, и каким-то образом умудряешься все это сочетать и с йогой, и с личной практикой, и с ведением центров в том числе. Ну, про это чуть позже, потому что у нас, так как проходят преподательские курсы, зачастую преподаватели решают полностью перейти только в йогу, оставив социальную жизнь. И вот в данном случае твой опыт был бы тоже интересен, послушать, каким образом ты для себя находишь золотую середину здесь. Ну, давай тогда вернемся к Тибету, начнем с этого. Я помню нашу встречу, мне кажется, это первая же поездка была твоя с нами в Тибет, и я помню нашу встречу в Ровеснике, когда ты собирался ехать в Тибет. Расскажи, пожалуйста, как к тебе пришла вообще эта идея, зачем тебе было ехать в Тибет в первый раз? Мне кажется, на нашей планете довольно много таких, скажем так, сакральных и энергетически сильных мест, и вот Тибет, по моему личному мнению, наверное, один из самых сильных и интересных с этой точки зрения мест. Есть более какие-то туристические направления, а вот Тибет, он такой до сих пор несколько прикрыл мариолом тайной, какой-то такой занавеской, которую порой хочется, особенно в первый раз, это соприкоснуться и посмотреть, что там происходит. И у меня были такие мысли, что, наверное, это то, что действительно поменяет как-то текущую жизнь и там жизненную ситуацию. Поэтому вот я прям так надеялся на эту поездку. А когда ты первый раз собирался в Тибет, ты занимался йогой? Потому что вот пришел вопрос от участника одного эфира. Если я не занимаюсь йогой, то стоит ли ехать в Тибет? Хотя если эта тема мне как-то интересна, мне интересно слышать про эту страну, но йогой я не занимаюсь. Вот у тебя как? Ну, мне кажется, что поездка в Тибет в виде туриста тоже возможна. Она даст наверняка определенные результаты. Тут ключевой вопрос, что может быть не так много, как не такой обильный бы и большой был бы результат, если бы человек там уверенно практиковал йогу. Но в любом случае для того, чтобы установить некую такую связь с этими местами и в следующий раз приехать более осознанно, можно ехать даже не занимаясь йогой. Ну, кого-то там чуть побольше поколбасит, кого-то чуть поменьше. Все по карме. Когда ты собирался в свою первую поездку, это был первый опыт посещения этой страны, как проходила твоя подготовка, насколько тебе это помогло и как вообще прошла твоя первая поездка, насколько оправдала ожидания? Ну, ожидания, наверное, не просто оправдала, а даже, как сказать, предвосхитила, потому что превзошла ожидания. Потому что, ну, безусловно, нам всем кажется, такая в голове картинка крутится, а, я сейчас поеду в Тибет, и там Лама покажет на меня пальцем и скажет, а, ты избранный, мы признали в Тибетом реинкарнацию, да, кармап или бы еще кого-нибудь, но, там, давайте будем реалистами, это, там, игры нашего эго, ума, который всегда хочет, чтобы, ну, что-то было вот такое вот волшебно-необычное. А вот именно с точки зрения результатов, которые происходили в жизни после этого, и, соответственно, сама по себе поездка, с точки зрения вот внутренних открытий и откровений, она, безусловно, была поразительная, и многие вещи, как просто водопад сверху упали, ну, не всегда была к этому готовность, но это очень интересный был опыт. Ну, если говорить все-таки о подготовке, вот, ты уже купил билеты, вот, давай попробуем вспомнить именно твой первый раз, как ты готовился, и что помогло тебе? Мне кажется, вот, между первым и вторым разом у меня был несколько разный фокус. Первый раз у меня был фокус больше такого энергетического, эзотерического характера, то есть я пел мантры, я занимался медитациями, занимался фатха-йогой. А во второй раз, я когда ездил, я помню, что я посчитал, что, видимо, в Тибете меня подвела в первый раз физика, и надо ее срочно подтянуть, поэтому я второй раз я ехал ровно год спустя, и я прям усиленно налегал на велотренажеры, на бег, на плавание, по несколько километров плавал за приход, по несколько десятков километров бегал. Обе поездки, они были очень интересны тем, что, безусловно, есть люди, которые могут пройти, там, кору на физической подготовке, но это вряд ли про энергетическую практику, это больше все-таки про, ну, какой-то там скайранинг, либо, там, альпинизм, что-то такое. А для большинства людей те сложности, которые возникают в Тибете, они на самом деле могут изменить жизненную ситуацию, потому что человек порой не догадывается, но все проблемы, которые с ним происходят, они являются, как правильно сказать, там, последствием его ментальных заморочек ума. То есть вот когда, ну, ум несколько беспокойный, то и есть некие, там, паттерны, которые разрушительны, скажем так, которые, там, нарушают законы поведения на этой планете, там, в этой вселенной, я не знаю, как правильно это сказать, но космические законы, то человека в Тибете по этому поводу может конкретно плющить, потому что тот уровень энергии, который там есть, он просто, ну, хочет, не хочет, ну, всю эту скверну пытается из человека, как правильно, так сказать, наверное, выдрать. И вот этот процесс, когда человек не хочет расставаться со своей скверной, он может так несколько болезненно пройти. Ну, а как ты считаешь, а здесь разве этого не происходит? Нужно ли за этим ехать в Тибет, чтобы проявить вот эти свои какие-то тенденции, накопления? Безусловно. Конечно, в обычной жизни человек имеет все возможности это осознать, но там есть несколько моментов. Первый момент – это все-таки здесь ум, он находится в привычном контексте, ну, то есть там, что он дом, работа, семья, я не знаю, там у кого как, друзья, ну, кто-то может там в ночной группе ходит. И, соответственно, уму выйти из этого контекста очень тяжело. Там, соответственно, ум погружается в совершенно непривычную для него ситуацию и контекст совершенно другой. И в этом контексте мышление начинает работать по-другому. И ум хочет, не хочет, но он настраивается на правильную волну для того, чтобы вот работать со своими внутренними заморочками. Второе – это все-таки находясь в городе, всегда от этого можно уйти. Ну, то есть кто-то там книжку почитает, кто-то может там какой-нибудь сериал, фильм посмотрит, кто-то там алкоголем это запьет, либо там табаком закурит. И, собственно, проблема, она куда-то глубоко там закапывается, а потом начинает гнить, пока уже не останется варианта, кроме как с ней разобраться. А в Тибете сбежать от себя уже невозможно. То есть не так много внешних отвлекающих факторов, которые могут позволить от себя самого сбежать, отвлечься на что-то другое. Поездка в Тибет, она вот с точки зрения именно работы ума работает так. Она намного полезнее, чем здесь. А вторая вещь – тот колоссальный уровень энергии, который по-прежнему сохранился в Тибете, он позволяет, чтобы процессы внутренних изменений и вот эти метаморфозы, и менее работы ума, и тока энергии в теле, они проходили чуть быстрее. Ну, то есть это условно там можно долго по лестнице карабкаться, можно в лифт сесть и попробовать подняться на пару этажей вверх. Ну, если, дай бог, ума хватит на кнопку нажать на правильное. Яша, ты тут упомянул уровень энергии. Вообще в египетических, эзотерических кругах принято оперировать такими терминами, как энергия. Но, наверное, не все люди чувствуют это. Я, например, отношусь, наверное, к той категории, менее чувствительная и крайне редко чувствительная. Вот, насколько знаю, что у тебя другая ситуация. Ты с энергией, так скажем, на короткой руке. Расскажи, пожалуйста, какие-то вещи, да, и вот в местах, которые ты другие посещал. То есть чувствуется ли разница, и какие самые сильные места тебя впечатлили? Да. Ну, здесь первое, надо, там, такой, скажем так, фундаментальный принцип – все вокруг нас – это и есть энергия. То есть материя – это тоже форма энергии. То есть вот если кто-то, там, школьный курс, там, физики, химии вспомнит, то есть такое понятие атомарная решетка, атомы близко друг к другу находятся, какой-то тяжелый предмет – металл. Атомы, там, атомарная решетка чуть разряженная, получается, там, жидкость, либо там, газ, либо что-то еще. А по сути это все одна и та же энергия, которая, ну, совершенно не меняется, вне зависимости от того, титан это или, там, какой-нибудь водород, либо что-то еще. А все может трансформироваться из одно в другое. Если говорить про места, на самом деле я перед тем, как прийти в йогу, я там довольно много пошастал по эзотерической тусовке, и там всякие различные и такие практики, и такие были. И я могу сказать, мое субъективное мнение, что из всех мест, которые есть на планете, безусловно, Кайлаж, наверное, одно из самых сильных мест. То есть сложно найти что-то похожее с точки зрения, там, уровня энергии. Посмотрим, вот, что будет в апреле в Бутане, но мне кажется, что Тибет сам по себе и Кайлаж, он, во-первых, является природным местом силы, а второе, это там сотнями лет, веками намоленные места силы и созданные. И поэтому, ну, мне кажется, что уровень энергии там, он довольно высок. Единственное, понятно сейчас, кто уже был в Тибете, обратили внимание на толпы китайских туристов, которые автобусами приезжают, и каждой статуей Будды стремятся лапы, голову, хвост приложить. Оно, так или иначе, ну, наверное, со временем качество энергии начнет меняться из практической и эзотерической, либо там юридической начнет меняться в сторону туристической. Ну, пока у нас с вами есть такая возможность, то надо продолжать ездить и практиковать. А вот по поводу твоего второго и третьего раза, то есть первый раз у тебя был, ну, какой-то вопрос, какая-то задача, и ты по возвращении прочувствовал, что действительно ситуация меняется. Какая была задача и цель второй и третьей поездки? Что ты хотел, почему ты решился? И причем практически ведь по тому же маршруту, потому что ты тоже поехал с нашим клубом, то есть третий раз, да, у вас была немножко другая программа, но в целом-то все одно и то же. Да, ну, там первый, наверное, такой тезис, довольно интересная цитата, что куда бы человек ни поехал, он всегда возьмет с собой себя. И все-таки Тибет – это место для того, чтобы прежде всего разобраться с самим собой. Первая поездка, она, ну, немножечко для меня там получилась туристической, потому что, ну, помимо всего остального, несколько смазалось впечатление от некоторых там мест, потому что смешались там кони, лица, люди и так далее, и тому подобное. Монастыри в голове, вот, была там некая такая каша, потому что программа была на самом деле очень насыщенная, и в первый раз там вот с такими глазами везде ходишь, потому что, ну, много внутренних открытий, а помимо этого еще вот это все внешнее, совершенно там другой контекст, потому что я помню как-то кто-то говорил, что, глядя на фотографии Тибета, человек искренне считал, что мы там ретушируем фотки и небо подкрашиваем, чтобы оно симпатичнее смотрело. А потом девушка в Тибет приехала, и она говорит, ну, Господи, говорит, здесь небо намного красивее, чем у вас на фотографиях, и вы, говорит, на самом деле, фотографии не можете передать той красоты, которая есть вокруг. И поэтому первая поездка, она, безусловно, была такая, то есть какие-то такие внутренние открытия точки в каких-то местах, какие-то ключевые точки поездки, они были, а между ними такая дорога-дорога-дорога-дорога-дорога-дорога-дорога. Во второй раз я тогда ехал, то, ну, во-первых, были некие такие, как правильно сказать, там, эгоистичные убеждения по поводу того, что обязательно надо сходить на внутреннюю кору. То есть ты хотел там почувствовать какую-то особую энергию, особое состояние? Из всего Тибета самым энергетически сильным местом, безусловно, является сам Кайлаж. Подойти к нему, ну, мое мнение, намного сложнее, даже чем потом Дорбала на следующий день. Для людей, которые еще не были в Тибете, и которые только планируют, чтобы было понимание, подножье Кайлажа возле северного лица – это где-то 5200-5300, если меня память не изменяет. Дорбала – это 5600-5700, то есть там почти на 500 метров выше. И при этом длина подъема там намного к Кайлашу короче, длина подъема туда на Дорбала, она длительная, сложная, и такой угол довольно острый, ну, как крутой. С точки зрения вот именно физики, по идее Дорбала должна даваться тяжелее. Но каждый мой приезд в Тибет, он показывает несколько, ну, другую картину, потому что каждый шаг, чем ближе к Кайлашу продвигаешься, тем больше вот какие-то внутренние пласты подсознания поднимаются и заставляют вот внутреннюю работу вести. А второе, я помню, что когда мы в первый раз особенно шли к северному лицу, каждый шаг вперед, он был настолько тяжелым, что просто такое ощущение, что какая-то невидимая такая стена стоит, и практически там буквально несколько шагов делаешь, и приходилось там спрашивать у Кайлаша, у горы разрешение, чтобы хотя бы просто продвинуться дальше. А я, если честно, каждый раз как-то в Тибет приезжаю, я перед Дорбалой думаю, видимо, не в этом году. То есть придется идти назад, потому что физическое состояние, оно настолько там непростое, что, ну, то есть вот первая поездка после похода к северному лицу, я на обратной дороге еще довольно сильно повредил колено, потому что я упал и его там стукнул. И благо ребята там своей энергией помогли добраться до гестхауса, где мы ночевали, но я думал, что я утром, собственно, пойду в обратном направлении, либо буду искать, эй, где здесь лошадь, можно если отсюда лошадь. Но на удивление получилось подняться на перевал, который, вот я повторюсь, почти на 500 метров выше. Во вторую мою поездку, тогда были некие, помнишь, законодательные сложности, внутренняя кора была запрещена. И я повторюсь, я во второй год, я был в очень сильной, хорошей такой физической форме, потому что, ну, я там на одном дыхании переплывал, проплывал примерно там 2 километра, там пробегал порядка 30 километров, довольно легко не парить по этому поводу, и там по 50 километров мог наматывать на велике. И я был прям сильно настроен, и когда я узнал, что внутренней коры не будет, я думаю, ах так, пойду я, в общем, сам тогда, как настоящие пираты, я пойду в обход. Я, значит, решил, ну, такую мини-внутреннюю кору, скажем так, сделать, попробовать несколько лиц кайлаша коснуться. Самый первый день коры, там есть, ну, некий выход к кайлашу. И меня накрыло там так, что, если ты помнишь, я к месту ночевки, я пришел там в районе 5-6 вечера, я приходил в самый последний из всей группы, и я себе не представлял, как я на следующий день собираюсь там идти на Дурмалу. Но, несмотря на это, опять же, Дурмала далась. Это было, ну, непросто. Я не скажу, что это прям такая самая легкая прогулка, и такое хохо, сейчас мы поднимемся. Но она была намного проще, чем вот именно попытка выхода к самой горе. И для меня вот кайлаш вот именно с точки зрения энергии и вот внутренних процессов, которые там происходят, это все-таки такой, наверное, там краеугольный камень. И мне кажется, раз уж мы здесь родились, то не бывает человека, который такой родился, и он, э-э-э, у меня там все хорошо, и я непонятно, зачем сюда родился. Список задач, которые там надо отрабатывать, он, условно, начинается там где-то в одном конце планеты и заканчивается где-то в другом. Каждая поездка, она какие-то свои новые открытия приносила, потому что каждый год, ну, ум, энергия и там внутреннее состояние, оно про несколько разные вещи. И вот, соответственно, каждый год вот то, что я ездил, действительно, ну, совершенно там разный опыт. Как ты считаешь, для всех ли действует это правило, что поездка в Тибир, это меняет жизнь? Вот ты есть, так между собой ребята говорят, когда вы общаетесь с ребятами, вот с теми, с кем ты ездил, ты считаешь, для себя? Я думаю, да. Я думаю, да, просто не все осознают это. Ты знаешь, я вот довольно часто рассказываю такую стату, что нам в какой-то момент жизни кажется, что мы как слепые котята в черной комнате идем и там стукаемся, какие-то предметы, там, стулья, может, стоят еще что-то. Но только по прошествии нескольких лет, иногда бывает там и десятилетия, ты понимаешь, что все, что было там, оно было правильно. И это именно тот путь, по которому надо было пройти. Просто на тот момент времени уровня сознания и вот понимания того, для чего это происходит, просто не хватает. И когда мы там говорим о каких-то галактических масштабах, не говоря уже просто про нашу там жизнь, да, то такая поездка, она жизнь меняет однозначно. Просто человеку не всегда хватает осознанности для того, чтобы это понять. Потому что последствия этой поездки, они, возможно, там, для кого-то повлияют на следующий день. Такое, хе-хе, да, там, просветление и все остальное. Но в большинстве своем это такие там мистические чудеса. А для большинства это все-таки ежедневный, ежедневный труд. И вот такая поездка, она, вектор, даже если она на полградуса меняет, то финально, куда спустя там 10-15 лет человек придет, совершенно другая там жизненная ситуация, нежели если бы он там не съездил в эту поездку. И поэтому я уверен, что вот такая поездка, она прям кардинально меняет жизнь. Просто для кого-то кардинально это там, условно, бросил все и там начал летать. И если летать не начал, то, значит, не кардинально поменялось. А для кого-то вот этот хотя бы там один градус корректировки там азимута, это направление, оно приводит совершенно к другой жизненной ситуации, там, через 10 лет, через 20 или там через 5-7 жизней. Вот тоже к этому, наверное, такой вопрос. Если человек, собираясь в эту поездку, ставит себе такую задачу получить тонкий опыт, ну, вот, например, у себя не получается, в каких-то местах не получалось, вот такая у него задача. Насколько это действительно 100% возможно? Или же у него вот какая-то ситуация, и тоже ставится вопрос перед поездкой, найти ответ. Насколько действительно может быть гарантия, что в Тибете он получит это? Ну, я думаю, что человек предполагает, Господь-Бог располагает, да, так говоря, по-простому, и там 100% гарантию вряд ли кто-то может дать. Но шансы на приобретение тонкого опыта, они там, безусловно, выше, чем здесь. Но здесь важно понимать, что это не какой-то же удар молнии, что человек такой идет, идет, живет обычной жизнью у него, условно, там, ест сникерсы, запивает колой, да, и тот приехал в Тибет, и у него вдруг неожиданно тонкий опыт. Ну, безусловно, чудеса бывают, но это равносильно того, что там молнии ударили. Для меня это больше вопрос, когда человек в этой жизни практикует, где-то в прошлых жизнях он практиковал, и поездка там в какое-то сильное место силы, да, в частности, там, в Тибет, это какой-то такой последний аккорд годами тренировок, я не знаю, как правильнее сказать, да, либо там прикладывание усилий. И поэтому если человек думает, что он от того, что просто приехал в Тибет, он тут же стал там просветленным новой Буддой, новым Буддой, там, либо миссией будет там летать, людей лечить и все остальное, то, наверное, нет. Но если он прикладывает регулярно усилия, то это, безусловно, тот лифт. Просто, условно, там, представим себе башню высотой там в 2000 этажей. Человеку либо надо все это прокарабкаться по ступенькам, либо он какую-то часть проедет на лифте. И, условно, там мистический опыт, он начинается, я не знаю, там, на 1008 этаже. И если человек сейчас находится на 1007-м, и он поехал, то он, безусловно, туда поднимется здорово. А если он сейчас на 32-м этаже, то никак, что там и Тибет поможет. Но другой вопрос, что он с 32-го, там, может, на 52-й переездить. Держит, мне очень сильно интересно твое мнение по такому вопросу. Вот как ты считаешь, мистический опыт, как можно отличить то, что происходит в уме своего рода галлюцинации воображения и игры ума, о котором так много пишут, снимают фильмы, и действительно тот самый мистический опыт, о котором пишут в книге, о котором мы можем увидеть миларепы и знаменитых единых. Для себя ты как определил, и как ты свои переживания можешь контролировать и понимать, что вот это точно мистический опыт? Ну, для меня вот всегда очень такой простой критерий, когда это работа ума, фантазия, да, либо там что-то ум придумывает, картинку всегда хочется улучшить. Ну, такой, решил посмотреть в прошлой жизни. Ну, и смотришь, такой какой-то стрёмненький домик стоит, думаешь, что за фигня, вроде я должен был царем быть. О, уже царь, вот все нормально, теперь, значит, это правильно. То в большинстве своем, когда вот картинка достраивается, да, она там улучшается, докручивается, там, поворачивается, то это работа ума. Ум просто подсовывает удобную концепцию, которая такой, вот тебе концепция, отстань, короче, и больше не лезь по этому поводу. Это первый такой тезис. А второй тезис, вот ты знаешь, если там ты забыла, где-то потеряла ключи, и ищешь, ищешь, где ключи, где ключи, а потом ты вспоминаешь, а, я же их там условно в бардачок машины убрал, открываешь бардачок машины, и там лежат ключи. То есть человек вспомнил. То есть там нету такого, что человек сидит в голове и такой, так, может быть, я ключи оставила там условно в багажнике. Нет, я их убрала в сумку, а может быть, они в рюкзаке. Вот это все, это работа ума. А когда человек вспоминает о том, что, где конкретно лежат ключи, то там другого варианта уже невозможно. То есть он гарантированно знает, что ключи лежат там. И ему не хочется подумать по поводу, что у ключей другой брелок был, или что на самом деле может где-то в другом месте ключи лежат. Человек просто вспомнил, и вот с вот этим как бы осознанием, это равносильно тому, что там человек вспомнил прошлую жизнь условно, равносильно тому, что он вспомнил, я не знаю, там пять лет назад, был он там в отпуске или там не был, и какие у него эмоции по этому поводу были. Ну, это очень-то хорошее, интересное такое объяснение. Я же тут написали вопрос, тебе зачитаем. Как йоги относятся к использованию разных технических средств, в данном случае автомобиля? Ведь некоторые конструктивные элементы содержат плоть убеденных животных, таких как кожа, резина и так далее. И каково твое мнение в этом курсе? Ой, если честно, это там довольно сложный вопрос, но вот я со своей стороны стараюсь что делать? Если у меня при прочих равных условиях есть выбор, как не использовать продукты, созданные на основе там убедения других живых существ, я стараюсь не брать. Ну, то есть вот я в заграничных поездках либо в интернет-магазинах пытаюсь найти обувь, которая подходит под костюм, но при этом сделана не из кожи. Иногда неплохо получается. То же самое, я стараюсь не носить кожаные ремни вообще, а если мне прям совсем по социальному труду нужен ремень, то у меня есть несколько ремней, которые такие, как это называется, в общем, тканевая плетенка, которая выглядит якобы она официальный ремень. Ну, вот примерно так. Поэтому, ну, нужно как бы искать там здравый смысл. Понятно, что ходить в деревянных тапочках по Тибету, наверное, будет крайне сложно. Ты знаешь, я хочу здесь добавить вопрос этого человека, потому что я тут недавно столкнулась с такой концепцией, что, в принципе, йога это освобождение вообще от всего и от привязок вот таких, какие имеют вегетарианцы и веганы, которые стараются не обижать животных, не причинять им вреда и так далее. То есть, в принципе, это тоже цепляние, это тоже ограничение ума. Вот ты как к этому относишься? Ну, во многих традициях, что йогических, что буддистских, есть такая концепция недвойственности. Вот когда человек, он уже не разделяет, что хорошо, что плохо, правда, по одной простой причине, потому что, ну, вот, условно, идет человек по улице и встретился бомжа. Этот бомж там глубоко пьян, он алкоголик. И мы такие, вот, как так можно, и так далее, и тому подобное. То вот с концепцией недвойственности это весьма странная позиция. Почему? Потому что, вы можете на минуточку задуматься, Бог по какой-то неведомой причине допускает существование этого человека. А мы такие со своим там высокомерием, эгоизмом, такие, нет, его не должно быть, он не должен пить, он не должен жить на улице, он должен правильно образ жизни вести. И, соответственно, что происходит, мы как бы, ну, так, если совсем жестко сказать, эгоизма, потому что мы ставим себя выше Бога, выше Творца. То есть Творец по какой-то причине допускает это, а мы такие, и так не должно быть. Но мое мнение, чтобы прийти реально к такому мышлению, что человек, он будет видеть во все, пока не там. Для этого там еще, наверное, не один десяток лет, если не жизни и практики, нужен, чтобы действительно во всем видеть истинную причину и концепцию того, что это все рука Бога, Творца, мироздания, я не знаю. космоса. Я здесь тоже бы высказывалась, потому что когда слышу такие высказывания, причем от людей интересных и, в принципе, и в йоге интересных и в жизни, здорово, если кому-то удается такого уровня достичь, но когда я слышу такое, мне кажется, что люди таким образом просто оправдывают свои привязанности и то, как им удобно жить. Ну, да. Просто не злорачиваясь. Ну, очень удобно свою сексуальную, озабоченность называть тантрой. Ну, почему бы нет? Да, тоже. Хорошо, благодарю Яшу. Давай вернемся тогда к Тибету. Ребята, если у вас есть вопросы, может быть, каким-то этим темам, пишите, пожалуйста, в комментарии, я его буду задавать. Пока вернемся к Тибету. Мы поговорили о твоем опыте о том, что ты физически подготовился, но это по-другому отозвалось на твои поездки, не так, как ты ожидал. Вот все-таки, если давать советы людям, как им подготовиться, чтобы хорошо пережить акклиматизацию с твоей точки зрения, когда они прилетают, мы сейчас прилетаем в Хасу сразу, получается, через Ганчоу прилетаем в Хасу на 3,5 тысячи. Вот как они могут подготовиться здесь и что делать там из твоих наблюдений, что тебе помогут? Ну, то, что касается здесь, то, безусловно, надо делать пранаямы, которые растягивают дыхание. То есть, говоря по-простому, если вы привыкнете дышать на вот таком маленьком объеме кислорода здесь и чувствовать себя комфортно у вас там мультиков, глюков и там потери сознания не будет, то там вам будет довольно просто. Это так. Говоря по-простому. Потому что вся сложность, вот именно, если мы говорим конкретно по физиологическому сложность горняшки, это уровень кислорода там недостаточен для нормального функционирования организма. Поэтому, если вы привыкнете дышать условно там минута вдох, минута выдох в Москве, то там, в смысле, ну, будете дышать 30 секунд вдох, 30 секунд выдох и в принципе все нормально, никакой сложности вообще глобальной такой не будет. Вторая вещь, тело, оно не должно быть там бодибилдером либо что-то такое, да, но с больным телом, наверное, будет непросто. То есть, если тело страдает, у него там какие-то хронические заболевания либо обострения, то, наверное, в Тибете будет чуть посложнее, чем было в Москве, потому что понятно, что в цепочке самое слабое звено, оно будет давать о себе знать. Поэтому поддерживать себя в хорошей физической форме это в принципе в целом нужно, там, вне зависимости от того, собираетесь вы там в Тибет либо там на Эверест или нет. Но если уж так сложилось, что вы понимаете, что вы далеки от хотя бы нормальной физической формы, то есть я не говорю там, что профессионально бегаете и там прыгаете и там по корам карабкаетесь, а просто нормальная жизнь, то есть подняться там на пятый этаж не вызывает у вас бешеные отдышки. Вот, то есть если вдруг, не дай бог, такое происходит, то здоровье надо все-таки подтянуть, потому что, ну, безусловно, это дополнительная некая такая сложность будет. Можно, конечно, ехать там все по карме, но вопрос, сколько вы там из этой чаши сможете испить, это сугубо индивидуальная вещь, поэтому если у вас тело будет подготовленное, оно будет полезно. И плюс, если вы там, как мы до этого с тобой обсуждали, контекст там там мистического опыта, то крайне сложно будет испытывать мистический опыт, если там у вас коленка где-то затекает, либо спина болит, либо там дышать не можете, либо пульс скачет или что-то такое. Тело не должно быть там главным фокусом в жизни, но одновременно с этим оно не должно отвлекать от практики медитации. То есть если вы понимаете, что у вас тело отвлекает от практики медитации, значит нужно там телу уделить чуть больше внимания. Если говорить о том, как подготовиться с точки зрения чтения или просмотра чего-то, потому что некоторые участники наоборот начинают скупать все книги о Тибете, читать все-все-все, а кто-то приезжает вообще не понимая, куда попал, что он посещает. Вот может быть, ты что бы посоветовал, что тебе было интересно? Мне кажется, что портал сайт умру, он имеет еще много информации по буддизму и по Тибету. Если человек совсем не в теме, то лучше всего начать читать с чаток. Потому что это иносказательные такие, кто-то говорит мифы, легенды, кто-то говорит реальные истории, неважно. Но они, по крайней мере, хотя бы какой-то такой фундамент закладывают, и он несложный, то есть его там несложно понять. Это, наверное, самое простое. Неплохо разбираться в основных концепциях буддизма, то есть какие у них ответвления есть, чем они между собой отличаются, и почему, собственно, так там сложилось. Довольно здорово было бы, если бы человек понимал бы какие-то важные фигуры, которые жили в Тибете, то есть это Падмасамхава, Цонкапа, Мандарава, Яши Цагаль и так далее. Для того, чтобы для человека это бы там не впервые в жизни он слышал, что вообще происходит. Если говорить о каких-то там более широких изучениях, ну вот я купил себе путеводитель по буддизму, огромное описание всех их божеств, поджеств и так далее и тому подобное. Ну мало пользы, если честно. Ну да, энергетических знаний и багаж я бы пополнил, но отличить в храме там несколько разных божеств не всегда получается, потому что это все-таки опыт нужен большой, а не так, чтобы актриски посмотрел. Ага, у этого лотос в левой руке, значит, это вот он. Ну и потом оно практической пользы не несет, только если там эрудиции блеснуть, а вот я знаю, кто это. Ну вот. Тут такой момент я хочу тоже спросить, добавить, что большинство участников наших поездок, они не буддисты. Поэтому изучение этих жизнеописаний это разве что для расширения кругозора и понимания, чем живут люди этой страны, но в целом они же в любом случае другой традиции, другой культуры и едут в Тибет не для того, чтобы менять ее. Потому что иногда у нас была одна такая ситуация в Индии, мы знакомились с участниками, представлялись, рассказывали, и одна девушка сказала, что в самом начале первые слова были, что она христианка, и веру, она менять не собирается, хотя никто даже и не предлагал, но по местам Будды почему-то у людей возникает ассоциация, что поехали, будете все буддисты. Ну, здесь чуть, я не знаю, в сторону от поездки отойдем, но важно понимать, что такое понятие как буддизм, оно появилось сравнительно недавно. Это когда англичане потом пришли в Индию и попробовали разобраться во всем многообразии, которое там есть, они для себя условно выделили вот это там индуизм, вот это буддизм, и давайте это будет так. А при самом Будде такого понятия не было. Было понятие дхарма, то есть учение, истина, и соответственно речь шла о кристаллизации этой истины, то есть условно они между собой могли спорить, там чья истина, я не знаю, более истинная, да, или там чья правильная, и на основе этого происходили там трансформации в этом диалоге рождалась истина. И вся концепция буддизма, она построена именно на попытке выкристаллизовать эту истину. Вот если вы поедете с клубом Умру, вы же сейчас ездите, дебаты смотрите? В программе они остались еще или нет? В Сиру ездим. В Сиру мы вообще обычно ездим, да. Ну вот там, понятно, несколько упрощенной версии, и они там чуть превратили это в зоопарк, к сожалению, но как бы в целом вот этих философских диспутах он там довольно сильно раскрыт. А по поводу понимания и там чтения информации по тем или иным личностям и существам, которые там жили, ну, мое мнение имеет значение по какой простой причине. Первое, самое банальное, простое, вы же, если туда приехали, то извольте проявить уважение к чужой культуре. Ну, по крайней мере, там было бы неплохо там разбираться. Второе, просто поездка для вас пройдет более эффективно, если вы будете фундамент понимать и какие-то концепции, которые вам будут рассказывать, они настроятся на этот фундамент, а не так, что фундамента нет, и тут какой-то такой фигаси, этаж присоединился и в песок ушел. Ну, просто непродуктивно. А третья вещь, есть же теоретическая вероятность, что где-то там мы с тобой либо там участники поездки в Тибете уже были, а возможно и жили, ну, почему бы нет. И, соответственно, ну, может, мы там где-нибудь под Масамхави тапки приносили после медитации. и когда человек читает, а потом практикует в этом месте, то возможность соединиться с энергией этого практика, она, безусловно, повышается. Если человек совсем вообще не понимает, вот тебе пещера, пой мантру, ну, ну, хорошо. А если он понимает весь контекст, что вокруг происходит, то вероятность от этого создания коннекта, она, ну, увеличивается. Поэтому полезно. знаете, есть такой старый анекдот. Это, значит, женщина приходит к Рэбе и говорит, Рэбе, что делать, мощь мне изменяет. Он говорит, возьми, три его волоска, три своих волоска, три ее волоска. Свяжи это все в узел, подожги и развей по порогу. Что, говорит Рэбе, поможет, повредит. Поэтому, вот, я уверен, что оно не навредит, если человек будет иметь правильное понимание того, в какие места он едет и с чьими энергиями он будет сталкиваться. Хорошо, я же благодарю. Если говорить о вещах, которые брать с собой. Иногда люди берут с собой очень большие сумки, кто-то берет с собой, наоборот, мало и что-то докупает. Как ты считаешь, топ-3 очень важные вещи, которые обязательно с собой в Тибет нужно взять? Топ-3 важных вещей? Да-да-да. Ну, наверное, хорошая идея это брать большой Powerbank, ну, зарядка. Она полезна с точки зрения, ну, большой переносной аккумулятор. Вот, я в последний раз, когда ездил, я специально для Тибета взял бы аккумулятор на 20 тысяч миллиардов, наверное, так-то. И его хватает, там, на 8-9 зарядок телефона целиком. И у него два порта, то есть это, за ночь ты его один раз зарядил, а потом 2-3 дня ближайших, можно там себя и товарища еще заряжать. С учетом того, что люди делают много фотографий, записывают какие-то заметки, может быть, там еще видео и так далее, и тому подобное, это полезная штука. и еще на высоте, знаешь, я заметила, что гораздо быстрее разряжается аппаратура на высоте, по-другому. Это тоже действительно важно. Да. вторая вещь, я бы, наверное, рекомендовал бы на всякий случай брать с собой термобелье, потому что многие недооценивают необходимость этой штуки, но вот мы, когда в последнюю мою поездку шли к Ору, мы на Дормале попали в метель. Я видела фото. И, да, ну, я думаю, что идти в джинсы было бы несколько некомфортно, скажем. Поэтому быть готовым, ну, условно, что вот какая-то непромокаемая куртка, либо там дождевик, что термобелье, это та вещь, которая вполне возможно вам и не понадобится, но если вдруг жизненная ситуация и погода сложится так, что они понадобятся, вы будете очень рады, что в вашем рюкзаке тоже лежит. Ну, вот. И, ну, наверное, все-таки про подушку. переосновую какую-то такую под шею, потому что переездов очень много и вот лучше что-то такое взять. Это вот, наверное, такие, если говорить про три, то вот это три. Да, да, благодарю, прям очень с этого не важно. Ребятами просто тоже делали эфир и в основном все говорили, что обувь, обувь клубов, они прям друг за другом повторяли про обувь. И ты прям нам отметила такие вещи, которые мы забыли. Вот здесь вопрос у нас от участника эфира, как попасть в группу вместе с Яковым. Что же ответить? Ну, я как вначале говорил, у меня трое детей, любимая супруга, и поэтому часто ездить в Тибет я не могу, потому что надо куда-то детей вывезти. И вот в этом году я между Тибетом и Бутаном выбирал, я вот выбрал Бутан. Вполне возможно, что в следующем году я присоединюсь к клубу Умру Тибет. Будем очень много и без меня очень много хороших преподавателей, вы в любом случае езжайте, будет полезно. Я знаю, что из Казахстана в этом году тоже едет группа, да, с Айгерин. Айгерин едет, да, едет порядка четырех-пяти человек. Поэтому если из Казахстана будет смотреть, вот вы можете присоединиться тоже к ребятам, потому что они к нам уже присоединяются в Ганчжоу. Мы в основном все летим через Москву собираемся и летим, а вот ребята пролетают там. Так что если вас смущает именно расстояние, то это не проблема. У нас уже немножечко времени осталось, вопросов вроде бы в эфире нет, но у меня к тебе такой вопрос, вот больше, наверное, социальный. ты преподаешь, ты сочетаешь социальную свою работу, которая в принципе к йоге не имеет отношения, с содержанием или обустройством йога-клуба. Вот почему ты не оставишь свою основную работу и не займешься только йогой? Вопрос с тем связан. Я сталкиваюсь время от времени с тем, что преподаватели решают оставить все и заниматься только йогой, вкладывать свои силы только или все, стараясь как-то и себя содержать и семью и забывая обо всем на свете. Вот почему ты выбрал другую ситуацию и как тебе удается сохранять вот такое трезвое разумное состояние при этом? Потому что, насколько я понимаю, все-таки работа твоя основная, она требует большой концентрированности и переключения совершенно в другой мир. Я не уверен, что я прям самый лучший пример для того, чтобы ориентироваться. Я пытаюсь найти некий путь и путь, он, мне кажется, вот совмещение социальной жизни и йоги, он очень сложный, потому что это как идти по конскому волосу и слева огонь, справа пламень и вот пройти там, не заморозившись и не сгорев, довольно сложно. Основная проблема, вот если говорить именно о контексте только преподавания йоги, то довольно сложно обеспечить нормальное существование и ездить там по каким-то местам паломничества и развивать какие-то правильные проекты только преподавая йогу. Ну, то есть, вот мы в Алма-Ате открыли йога-центр, мы на него потратили либо проинвестировали порядка 40-50 тысяч долларов. Собрать эту сумму денег, преподавая йогу, я думаю, ну, не получилось бы. Я не думаю, что, вот повторюсь, что опять же, то, что я делаю, это прям такая правильная модель, которая должна там копироваться, реплицироваться, но пока вот у меня есть возможность поддерживать как в целом йогу, так и некоторых там йогов по возможности, я лучше буду вот как-то так пытаться совмещать и в этом находиться. А вторая вещь, если мы говорим про тех людей, не которые вот там в йогу ударяются, а которые наоборот от йоги далеки, мне кажется, что йога, она на самом деле позволяет социальную жизнь жить более осознанно и более правильно. Потому что, ну так, если говорить по-простому, уровень стресса в жизни довольно велик. Йога позволяет этот стресс снизить и революция человека с точки зрения там его духовных ценностей, каких-то там умственных состояний и там материального благосостояния, она напрямую связана с тем, как вот человек воспринимает мир вокруг. И йога, она помогает мир вокруг воспринимать чуть более, точнее, адекватней, чем если там у человека практики йоги в жизни нет. Ну, я думаю, это прекрасный допустимый и от тебя совет завершения. Вот что ребята пишут, пишут, что ждем лекции от тебя, пожалуйста, продолжай выступать, может быть, как-нибудь на йогу-волне ты выступишь, потому что давно тоже тебя там не было. И вот спрашивают название йога-центра в Алма-Аты. Можешь назвать, чтобы это было понятно тем, кто там живет? atman.kz Яш, ну у нас осталось буквально пару минут, давай тогда подводить итог. Я тебя попрошу сейчас ждать на подстве или совет для тех, кто собирается в такую поездку, как Тибет, Кайлашу, что бы ты сказал, исходя из того, что у тебя за спириной, за плечами уже три поездки такой опыт. Мне кажется, что перед поездкой старайтесь максимально успокоить свой ум, чтобы у вас был навык успокоения ума. А когда приедете туда, постарайтесь направлять свое внимание на то, что какие образы и жизненные ситуации и поведенческие паттерны возникают в вашей голове. Потому что Тибет проявит из вас, ну вот, скажем так, скверну. Но ее не надо воспринимать как что-то плохое. Это точка роста, точка отработки. То есть вот если, я всегда пример привожу, вот стоит огромная-огромная такая бочка и она наполнена водой, а на дне бочки находится ил. Единственный способ, как поднять этот ил, это начать бочки шурудить палкой. И потихоньку-потихоньку ил начнет подниматься. Конечно, можно потихоньку там ее подливать в воду, выливать, подливать, выливать, но это довольно долгий такой процесс. Когда вы приезжаете в сильные места, вот как Тибет, то там что происходит? Просто очень много этого ила с одной бочки начнет подниматься. и безусловно, можно как такой выдохнул, фуф, пронесло, прожил эти там две недели, три недели, все опустить обратно и ехать. Ну, не так часто представляется такая возможность, поэтому держите фокус ума на том, что происходит вокруг вас и как вы реагируете на те или иные ситуации, потому что начиная от банальной реакции там на неубранный туалет либо там на, не знаю, пристающего там тибетца, который хочет сфотографироваться либо еще что-нибудь и заканчивая какими-то глобальными вещами по поводу там слышите ли вы там пение мантры Ом либо там Литавр Шива либо чего-то еще зависит только от вас и если вы туда правильно фокус направляете, каждая из этих вещей, даже неубранный туалет и ваша реакция, она может послужить точкой роста, чуть-чуть трансформировать ваш взгляд на реальность. Хорошо, я же благодарю, я очень жду нашу пресс-консультану, очень рада, что ты поедешь и нашим участникам очень повезло, надеюсь, может быть, будет какая-то лекция от тебя, потому что здесь уже много ребят пишут, что, пожалуйста, запишите лекцию с Яковом, он так хорошо объясняет простые вещи. Ребята, очень надеюсь, что мы запишем, пожалуйста, пишите в директ этого инстаграма ом.ру темы, которые бы вам было интересно от Якова услышать, потому что Яков может отвечать на любую тему, как я и знаю, и действительно очень интересно простым языком, надеюсь, что для всех будет полезно, эффективно и поможет найти свой путь в какой-то степени. Я же еще раз благодарю, что нашел время, что вы их специально для участия тебя благодарю, что позвали. Эфира, да, из дома. Тебе эффективного дня и до скорой встречи. Да, ОМОМ. ОМОМ. Запишите, пожалуйста, директ этого инстаграма ом.ру, а с кем еще есть преподаватели, вам было бы интересно послушать такие совместные эфиры. Постараемся их пригласить и обсудить интересные темы, не только поездка в Тибет, но и йогу, здоровый образ жизни, питание, все, что вам интересно. Еще раз благодарю и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok